Скажите, а может и к вам? Вы не против, если я буду фиксировать наш разговор? Что вы говорите? Если я буду записывать разговор нашу. Пожалуйста, подписывайтесь. Я вас слушаю. Такое дело. 29 июня. У меня... Тарароев Руслан Янидович. Я вам паспорт могу. Если вам угодно, пожалуйста. 29 июня меня чуть не сбила машина ППС. Но я обратился в ГАИ. Минут там через сколько-то, через 40 приехала ГАИ. Меня позвонили домой, чтобы я подошел. Я подошел. Приехал 708-й экипаж. Майор был лейтенант. Никто не представился. Майор начал очень грубо грубить меня. Что у вас тут случилось? Я говорю, вот здесь меня машина ППС чуть не сбила на пешеходной дорожке. Он говорит, а где летать тут что ли? Больше ездить негде. Ну, я не знаю. Я не водитель. Я не очень сильно в правилах. Я говорю, да хотя бы маяки включали. За эти машины меня чуть... Я чуть не ошарахнулся под машину. Хорошо, что в другую сторону. Ну, он отказал. Начал грубить. Достал мне правила. Начал тыкать им. Говорит, нате, показывайте, какое правило это нарушило тут. Я говорю, я не водитель, высший инспектор, вы должны знать. Я так грубо разговаривал. Я говорю, знаете, давайте я буду наш разговор фиксировать. Включил телефон. У него сразу авария срочная. Он машину... Я представьтесь. Он отказался представляться. Потом вышел с машины, ударил меня по руке. Хотел выбить телефон. Сел в машину и уехали. Не составив... Ну, ни заявления не принял, ни представившись. Вот так... Ну, я про эту ситуацию слышал. Было же заявление. Да, было заявление. Но я по сей день не получил никакого ответа. Ну, я вам скажу, что по данной ситуации вы являетесь свидетелем. Вы говорите, свидетелем. Как свидетелем. Меня с рук выбивали телефон. Я свидетелем. Ну, доводы ваши об этом, своего подтверждения в ходе проверки не нашли. Что у вас там выбивал кто-то что-то... Я видео предоставлял. Ну, вот видео там мы изучали вместе, не видел. По крайней мере, я не видел, чтобы там кто-то вам что-то выбивал. Там даже слышно было, как он запрещал мне снимать, фиксировать. Ну, по этому поводу мы проводили свою проверку здесь уже по поводу этого нарушения. Ну, это... Служебным автомобилем. Но вам дело в том, что мы в таких случаях, то есть вы определенными правами пользуетесь. То есть в данном случае вы свидетелем. То есть профессиональный исполнительный кодус предусматривает права и обязанности лиц, в отношении которых идет с административным процессом, или лиц, который в этом административном процессе участвует. То есть у вас профессиональный статус свидетель. В связи с этим вы имеете определенное право. То есть вы должны, можете заявлять отводы, ходатайства, заявления и так далее, и тому подобное, имеете право на обжалование действий должностных лиц. Но право, например, знакомиться с материалом дела вы не имеете. По той простой причине, что он может задержать персональные данные для его участников. То есть то, что вы получили ответ, чтобы... Я не получил никакого ответа. Я с чего и пришел. Я хочу получить какой-то ответ, чтобы я его мог обжаловать. У меня нет никакого ответа на руках. Я в дальнейшем пойду уже на... А вы, подскажите, адрес указываешь, по которому проживаете? Да. Это и не получили ничего? Ничего. Я УСНаш в ГАИ города, и в ГАИ города заявление. Я все в заявлении указанное. Вы просто смотрите, вы когда звоните в ГАИ города и все остальное, они регистрируют ваше обращение в единую книгу? Я на следующий день принес письменное. Они сказали, под этим номером оно будет тоже зарегистрировано. Если информация дублируется, они приобщают крайне полученную информацию за тем же самым номером. Вот он был 92-18. Ну, правильно. Они за тем же самым номером приобщили к единую книгу. То есть весь материал проверки, если он дублируется, все есть. То есть было на нашей земле, на нашей сотке, в зоне обслуживания Московского района. Поэтому все... Весь материал собрали в один, в связи с тем, что идентичного содержания. И по одному этому материалу, зарегистрированному, проводили проверку. То есть, если вы говорите, заявление, например, то есть если вы обратились в 102, то уже по вашему обращению все равно идет проверка. Я говорю, сейчас не в 102, по-моему, сразу в ГАИ. Возможно, я не помню, может, я возбужден был. Но я смотрел. Я в ГАИ города звонил. А что ты так неравнодушно относишься ко всему? Как? Почему? Да потому что второй раз вот такое получается. Сначала ваш Гулевич был такой. Как раз таки вот по Гулевичу я тоже помню. Да. Пишется человек, будем заявление писать, не будем, мы что-то, ай, там, капризничать. Почему? Просто вы должны понимать. Смотрите, как только вы обращаетесь к заявлениям и приобретаете процессуальный статус свидетеля, у вас, кроме прав, наступают еще некоторые обязанности. И вы обязаны давать объяснения, участвовать в процессуальных действиях. Обязаны. Объяснение я не обязан давать. Обязан. Но это и есть 27-я статья Конституции, которая не обязывает меня давать объяснение. 27-я статья Конституции не обязывает вас давать объяснение против самого себя и близких ваших родственников. А если вы заявляете о совершении административного правонарушения, опять, к такому заявлению, опять же, для того, чтобы начать административный процесс, предъявляются определенные процессуальные требования. Должно быть заявление об административном правонарушении, как минимум, должно содержать ваши установочные данные, должна быть установлена ваша личность. Должна быть собственноручная ваша подпись в этом заявлении. Вы должны предупредить о том, что есть ответственность за заведомо ложное сообщение об административном правонарушении, которое может повлечь в меру определенного реагирования. То есть, есть определенный ряд требований. Поставьте свой телефончик, чтобы... Да нет, он стоять не будет. Я его поддержу. Я поддержу. Если мы не в рамках административного процесса с вами общаемся, то, пожалуйста, занимайтесь. Вопрос номер два, чтобы вы понимали. Что решение о применении технических средств во время ведения административного процесса, вот касается телефона, видеозаписи и так далее и тому подобное, принимает исключительно должностное лицо. То есть, если должностное лицо принимают, вы можете заявить ходатайство о том, что вы будете применять, например, видеозапись и так далее и тому подобное. И видеозапись этого административного процесса вы можете применять только после разрешения должностного лица. То есть, решение о применении всяких видео и всего остального в процессе может принимать должностное лицо. И только, это исключительно право должностного лица Вы должны, если хотите снимать Вы должны предупредить, заявить Кодотайство, устно или письменно Я вас предупредил Но мы с вами же не в процессе пока А что, если я обратился К инспектору, который хамит мне Я должен у него разрешение попросить Снимать? Вы правильно поняли, смотрите, если вы просто снимаете Административное правонарушение Если начался административный процесс Ну когда составляется протокол? Не обязательно, любой процессуальный документ Который составляется Заявление на административное правонарушение Тоже процессуальный документ Как только начался процесс, с этого момента Инспектор правилом запретить снимает Хорошо, ну А вот смотрите, я на него купаюсь, как вы знаете Руслан Леонидович Руслан Леонидович, может быть проще Вот этот вопрос, который постоянно Это похоже на тренировку То есть вы постоянно тренируете органы на тренировку Я не тренирую, просто Как получается Я иду, стоит машина Вот возле этого Когда с Гулевичем получилось Стоит машина гражданская Стоит машина патрульная Сидит офицер Я подхожу, говорю Машина нарушает, примите меры Он закрывается, я занят Он не принял меры, потому что он знал этого сотрудника Он знал Я разговаривал с этим сотрудником Он мне сказал, если бы он мне вышел Зашел в отдел Сказал, убери машину, я бы убрал И на этом все бы закончилось Знаете, как я вам сказал Ну, послушайте меня Послушайте Он мне не представляется А я ему должен представиться Если вы к нему обратились Вы к нему обратились Я должен знать, кто это Кому я буду давать свои данные Вы же не как собаки к нему подходите Вы говорите Я не как собаки Я к нему подошел Я же видел это видео Ну, он закрылся в машину Вы, вот, инспектор Вы там не реагируйте Быстро примите меры Я не говорил Я подошел Он закрылся в машине Потом он вышел с машины Начал меня за руки Присаживайтесь в машину Зачем мне присаживаться? Гоились публики Тоже проверку проводили Оценку давали действия Мы изучали видео С регистраторов Все, все остальное Ничего противоправного Мы не нашли Ну, если вы Хотите сообщить В другое правонарушение Зачем вам делать конфликты? Да я не конфликты Я обратился Зачем меня хватают за руки? Прошу, представьтесь Он не хочет Не хватало с этого за руки Ну, я же видел Ну, я жду Он мне за руки в машину Говорит, присядьте Он говорил, присядьте За руки у нас не хватало За руки он меня в машину Я отшатывался от него Ну, как вы что? Я видел видеозапись Не хватало у нас за руки А с автомобильного регистратора Который установлен в машине Я смотрел Как он с автомобиль Боком стоял? Боком стояли Он снимает солны на лужу Хватает угла обзора Я вас отчетливо видел Я видел, что вы отказались Ни машину не сели Ни данные свои не назвали Собрались и жили Да Потому что он отказался Мне представиться Кто он? Кому мне данные давать? Он вам, во-первых, представлялся Он не представлялся Не представлялся Хорошо Пускай будет по вашему Я говорю, он мне не представился Если он не представился Я просто написал бы заявление Одну на его фамилию бы указал Мне же это Он значок спрятал Рукой закрыл Не обязан показывать А для чего значок? Ну, он фамилию не дает Мне хоть номер знать По номеру его Определить, кто это Ну, как мне его искать потом? Так надо спросить фамилию Я спросил Он не сказал Да как он ему скажет Если вы убежали куда-то? Я потом ушел, конечно Ну, вы демонстративно ушли Он отказался реагировать Ну, так что мне с ним стоять? Я же все это видел Я, как бы мы сами тут пустого парня Я это видел Хорошо, ладно Оставим это Я хотел бы получить ответ По этому Какой там, скажите, номер был? Ну, там должен ответ вам направлять Нет Если бы направляли, я бы не пришел Так 92-18 А номер там через гроб нету? Нету Вот Это Это 30 июня Это В городском ГАИ мне сказали номер А, это одинаковый номер Вот И потом я принес письменно Они сказали Под этим же номером оно зарегистрировано Под каким оно у вас Я не знаю То есть там вообще никакого Ответа не будет Никакого Ну, вот я сегодня На личный конструктор посмотрю Через материал И когда вам отправляли Если бы отправляли Вам, по крайней мере, должно прийти Что если этот материал Мне пришел Зарегистрировал Материал Только по этой ГАЗЕЛЕ Что Дело зарегистрировано Направлено на рассмотрение Все Вот Больше ничего По ГАЗЕЛЕ По номеру Я вам скажу Сейчас какому 92-16 Так это все одно и то же Нет 92-18 Они все вместе Три единой книги собраны Я видел материал Ну Так вас в праве ответ Что да Материал зарегистрирован В единую книгу Потому что содержит признаки Административного правонарушения И вам в этом ответ прислали Что Вот, пожалуйста Мы проводим проверку Но опять же Я же говорю Что с материалом проверки Мы знакомиться не в праве Потому что вы свидетель В данной ситуации У вас процессуальный Как свидетель Меня по рукам бьют И я свидетель Ну подождите Меня по рукам Кто вы? А? Ну я не знаю Я не знаю Это вы определитесь Когда Меня бьют Я кто? У вас процессуальный статус Свидетель со стороны Смотрит А меня В меня телефон выбивает Вы сообщаете Об административном правонарушении Ну Против меня Против меня То есть Вы хотите сообщить Что в отношении вас Применялось насилие Ну Я же сообщил Что у меня пытались Выбить телефон Ну я не знаю Это как бы Пытались выбить телефон он прямо какие-то сведения указывает на то, что в отношении вас сотрудники милиции применяли насилие. Я же написал, меня выбивали. Я видел там заявление, там заявление суть вашего, то, что вы недовольны были категорически тем, чтобы... Меня не приняли заявление, не простоятельно. На момент, когда вы писали это заявление, уже по этому вашему обращению проверка проводилась. Что, на ночь проводилась? А почему нет? Я не знаю, может у вас так это... Я вам расскажу, как только вы сообщили в милицию, как только ваше сообщение зарегистрировано в единой книге, все, идет проверка. Есть процессуальный срок, в течение 10 дней может проводиться проверка, а потом принимается решение процессуальное какое-то. И об этом решении вам сообщили. Если это вы считаете, это мне дали ответ, который пришел, что это все в одной вот это вот... Дело в том, что решение о том, чтобы объединить вот эти ваши обращения, принимает не инспектор. Не, я понимаю. Принимает оперативный дежурный. Если он смотрел, что это все одно и то же, он соединил там ваш звонок по 102, ваше обращение в управление ГАИ и ваше заявление, оно все содержит признаки администрационного правонарушения, и принял этот инспектор дежурный, или оперативный дежурный, кто там был на месте, объединить это все, вот это дело. Они приобщили один номер ко второму, и вам сказали, что вот это вот 92.18... Хорошо. Я так понял, что никакого нарушения нет. Так вы просто смотрите, чтобы вы получили ответ по своему какому-то заявлению. То есть вы не смешиваете все вместе. Если у вас, например, есть конкретная претензия, что такого-то, такого-то числа, в отношении вас, а кто-то не применил физическую силу, вы бы это изложили в отдельном заявлении. Так это в отдельном заявлении я излагал на бумаге. А там в этом заявлении, которое от вас поступило, там может много всего. Про газель. Там и газель, и... Я всю эту историю описал. И то, что у меня телефон выбивали. Ну, опять же, то, что выбивали телефон, это ваши доводы. То есть они как бы проверены. Если бы они подтверждились каким-то образом, так об этом у вас бы уведомили. Понимаете? О том, что выбивали телефон. Ну, опять же, это ваше мнение, может, оно субъективное. Мне кажется, потому что я уже с этим инспектором сталкивался. Он ко мне приезжал опрашивать под другим заявлением. И в протоколе опроса он меня не ознакомил с правами. А вы скажите... Я ему написал, что не ознакомил с правами. Он очень недоволен был этим. И после этого вот он... Так нам в чем проблема? Ознакомить вас с правами? Давайте я ознакомлю. Нет. Когда меня опрашивают, меня... Ну, все мои данные, где я работаю, что... Я ж могу не говорить, где я работаю. Я фактически должен дать только паспортные данные. Чего вы взяли? Ну, а почему? Я могу не говорить, где я работаю. Нет, вы должны говорить все правду. Почему? Потому что вы свидетель. Где я работаю, это мои личные данные. И что, что это вы... Я не хочу, чтобы это знали. Так ваша фамилия, имя, отчество, мало ли, что вы не хотите. Ваши фамилии, имя, отчество тоже личные данные. Это паспортные, я вам дам. А остальное? Вы должны всю правду говорить. Против себя свидетельствовать, получается. Вы свидетельствуйте не против себя. Против себя, если вы его... Нет, вы не являетесь лицом, в отношении которого ведется процесс. Вот эта самая статья Конституции говорит о том, что вы в праве не свидетельствует против себя и своих близких возрастов. В любом случае. Если вы даете заявление, что кто-то нарушил правила, вы должны дать четко, подробно всю информацию, которая вам известна. Я даю информацию, которая известна. Но мое место работы зачем? Поэтому меня спрашивают, сколько у вас детей на иждивении. Зачем? Кто вас спрашивает? Спрашивают в милиции. Опросный лист составляют. Опять же, это принципиально важное значение тоже. Это ваша личность, материал, характеризующий личность. Сколько у меня детей? Зачем знать, сколько у меня детей? Чтобы вразить в вашем, например, имущественное положение, как минимум. Для чего? Опять же, наличие на иждивении детей малолетних является обстоятельством, включающим администрационную ответственность. Так это если против меня вы отведут? Так а в отношении вас могут тоже вести администрационные вопросы? Или вы считаете, что вы неприкасаемые? Нет, почему? Ну, в отношении меня там спрашиваете. И объяснить надо, что я могу говорить, что нет. У меня все, что хотели, получили, а потом в конце дают, начали распишитесь. В том, что я вам объяснил права. Мне никто ничего не объяснял. Я и написал, что никто не объяснял. Так он очень недоволен остался. Вот после этого возникло, вот он приехал на вызов. Нет, я же его не узнал, откуда я знаю, кто приедет. Я пришел, я его даже не узнал. Мне сейчас, когда сказали фамилию, когда меня опрашивали здесь, ваш сотрудник, сказал фамилию, тогда я вспомнил, что это же он приезжал меня опрашивать. Вот после этого, наверное, неприязненные отношения вот и возникло. Почему вы взяли, что у вас неприязненные отношения? Потому что ему очень не понравилось, что я написал в объяснении в его протоколе. Нет, ну я скажу, что в протоколе вопроса вы можете все, что хотите писать. Ну ему это не понравилось. Нет, ну как, что значит не понравилось? Ему какая вообще разница? Не знаю, очень ему не понравилось. Ну просто вот доводы такие приводятся, и вот ему не понравилось. А ему вообще какая разница? Хорошо, я так понял, что другого я ответа, мол, не получу, как тот, который я получил. Просто я буду дальше обращаться. Нет, ну пожалуйста, просто я же говорю, что вы не имеете права ознакомиться с материалом проекта. Нет, ну если я не имею права знать, что приедет к человеку, и может ему орден дали, может звание повысили за то, что он против меня силу применяет. Так а в чем выразилось применение силы? По руке ударом телефон выбивал, я его так держал, он даже и выключился потом. Выбил? Не выбил. И сел в машину и ехал. Он запрещал мне снимать. Да, там слышно даже. Если вы смотрели запись, там слышно, даже слышен удар, шлепок по руке. Ну, я не слышал под никакого удара. Ну. Я, если честно, не слышал. Оно все есть у меня на телефон. А вы предупредили инспектора, что будете снимать? Я его предупредил. После этого он говорит, у меня авария, все, в машину, я поехал. Я говорю, представьтесь хотя бы, кто вы. Я вам представлялся. Я говорю, никто не представляет, представьтесь. Нет, потом вышел, выключил телефон и ударил меня. Ударил. Ударил по руке, еще раз говорю вам. Потом сел в машину и все, телефон вырубился. Я пока включил, он уже в машину сел, поехал. Все настолько не похоже на правду, что, ну, я, если честно, я его смотрел, потому что он вас ударил. Ну, это дикость какая-то, как ударил по руке. Я сейчас выключу все это. Я вам включу, на телефоне покажу еще раз. Хорошо? Ну, включу. Все. Я прекращаю запись.